Завервованный в Германии, не очень удачливый офицер спецслужб, которого продвигают потом на пост главы России. Правитель России решил продлить свое пребывание. С ним никто не дружит. Вот Запад сгнил, поэтому он с нами не дружит. Кипр наш. Ну, Кипр наш. Есть ли у нас надежда? Ну, во-первых, да. Ну, во-первых, да. У нас люди себя чувствуют в освободительном восстании. Мне интересно понять эту загадочную русскую душу, которая произвела этот загадочный русский коммунизм. Цой был бы за нас, Высоцкий был бы за нас. Доброцкий-то, он же имперец. Мой сегодняшний собеседник проделал в своей жизни удивительную метаморфозу. Из специалиста по античной древности он стал специалистом по современной актуальной политике. А его книга, рассказывающая о конце трех автократических диктатур в Европе, в этом году стала одними из самых заметных российских бестселлеров. По понятным причинам. Мы поговорим с Александром Бауновым, моим коллегой и другом, о том, как он работал над своей книгой и откуда в мирном или не очень мирном 2019 году ему в голову пришла идея поговорить о старости и уходе тиранов. Мы обсудим, насколько уместен исторический и политический оптимизм сегодня и о том, насколько русская культура в ответе за то, что происходит с нами со всеми сегодня. Привет и спасибо огромное, что позвал и разрешил с тобой поговорить. Привет. Я позвал, потому что нагло поленился слетать сон. Ну что ж, мне кажется, что я от этого ничуть не прогадала. Ну, естественно, для начала я хотела бы тебя поздравить с таким невероятным успехом твоей книги. А уже есть какие-то цифры, сколько продано? А я не знаю, можно или нельзя называть цифры, потому что вдруг это какая-то коммерческая тайна. Нет, это можно. Обычно издатели только радуются, когда называют цифры. Но там получается, что напечатали четыре раза за два месяца, повозрастающие сначала 3, 5, 10, 10, и, собственно, почти все и продали. Получается, продали около 30, да, и продолжают в том же духе, что называется. Мне сложно понять много или мало. Это очень много для нехудожественной книжки. Она продается, во-первых, много, во-вторых, очень быстро. То есть это прям крутой результат. Я, собственно, с этим и хотела поздравить. Спасибо. А правильно ли я понимаю, что ты начал над ней работать еще до войны и вообще до всего? Даже до эпидемии. То есть это такой долгострой. Ну почему долгострой? Это же то, что не закончено, а это не закончено. Это скорее собор. Его строят несколько поколений строителей. Но мы уложились в одно поколение. А сейчас понятно, почему ты захотел поговорить о том, как кончаются диктатуры. А в мирном 2019 году, например, что тобой двигало? Почему ты решил поговорить, подумать об этом? 2019 год был уже не очень мирный. Например, ну, там, все-таки, как покойный Павловский говорил с 15-го года, с 14-го года, Россия является страной без международно признанных границ. Это очень опасное положение. О нем хочется думать. Собственно, даже в каком-то смысле моя профессиональная обязанность об этом думать. Во-вторых, 2019 год довольно плохой год, судя по всему. Как стало понятно задним числом. Как стало понятно задним числом. Потому что он, с одной стороны, ну, доковидный, а с другой, это, ну, собственно, год, все-таки, отравления Навального. Если мы пытаемся, ну, какую-то цепочку событий выстроить, то, конечно, эта цепочка выстраивается в некоторую, вот, что ли, замысел большой, не связанный, к нам, в результате, напрямую с тем, что происходило в 14-15-м году в Крыму и на востоке Украины, а связанное с какими-то новыми решениями. Потому что вот уничтожение, там не только же отравление, там еще полный запрет был этих так называемых штабов. То есть то, что годами, годами существовало совершенно спокойно. Ну, неспокойно, конечно, жизнь оппозиционера в России тяжела. Последние лет 200. Неприятно, экстремально, в общем, более-менее даже всегда тяжела. Но это жизнь, да? То есть все равно ты мог в этой нише жить. Все равно офис вот этого ФБК находился напротив, не знаю, офиса условного, кто-то у нас был напротив, какая-то из медиа, РТВА. Да, точно. Вот прямо через дорогу такие красивые офисные кварталы, недалеко от ЗИЛ, такие вот всякие модные, стеклянные, кирпичные. Вот, и рядом были совершенно другие рекламные, легальные кампании, встроенные вот в этот цветущий русский рынок. Капитализм, модернизирующуюся Москву. Ну и да, к ним приходили или не приходили. Но в целом они... Это была жизнь, да? Потом ее выключили. То есть явно, как мы понимаем, наверное, судя по всему, выключили в связи с какими-то будущими действиями. Но потом было обнуление, тоже проведенное в режиме спецоперации. Такие институционные реформы, которые сначала была поданы как некоторая подготовка к транзиту и огромное количество каких-то моих собеседников. Ну не огромные, у меня нет огромного количества собеседников во власти. Ну и некоторое количество собеседников в номенклатуре. В общем, вполне себе приняли это за подготовку к уходу. Потому что это выглядело как подготовка к уходу. Ну многие из нас тогда это так восприняли. Да, а потом включили вот этот режим пролонгации, продления полномочий, который был юридически оформлен как подготовка к уходу. Ну и потом, соответственно, 22-й год. Поэтому 19-й год явно был не очень мирным уже. Ну окей, не самый мирный год, но ты в этот год задаешься вопросом, который на тот момент не выглядит самым очевидным. То есть не теми вопросами, которыми мы, может быть, задаемся сегодня. Что делать, кто виноват, а как оно в других случаях кончается. Согласитесь, это не первый вопрос, который вообще-то приходит в голову. А тебе приходит в голову именно он. Согласись, в этом есть некоторый тоже умысел, замысел, промысел. Уж даже не знаю, как правильно сказать. Ну есть элемент промысла, потому что, конечно, было попадание в ту тему, которая вдруг взволновала гораздо большее количество людей, чем волновала бы даже в относительно мирный 19-й год. Мне кажется, и в 19-м году она волновала достаточное количество людей, в том числе потому, что, очевидно, российский лидер, правитель России решил продлить свое пребывание. С другой стороны, те, кто считали, что он не решил продлить свое пребывание, а таким образом, хитроумным каким-то, готовит отступление, таким образом, чтобы оно было для него самому мирным и безопасным, вот это хотелось поизучать. А кто еще так делал? И что из этого вышло? За прошедший год для большинства из нас изменилось все. Причем, удивительно, это касается даже тех, у кого внешне формально все осталось так же, как было. И с каждым днем переживать этот разрыв, этот разлом между прошлым и будущим, уж не говоря о неопределенности нашего нынешнего положения, становится все сложнее. Одним из немногих плюсов сложившейся ситуации я вижу изменение отношения к психотерапии в обществе. Если раньше мою ей приверженность многие воспринимали как милую, а иногда даже не очень милую, причуду, сегодня я вижу, что к помощи психотерапевтов обращаются даже люди из числа недавних ироничных скептиков. И это, конечно, не может не рады. Однако, параллельно с увеличением запроса на психотерапию, растет количество псевдоэксперт. Психотерапия именно та сфера, в которой встреча с неквалифицированным человеком может быть не просто бесполезной, но и откровенно вредной. Для того, чтобы избежать подобных рисков, существует сервис подбора психологов «Альтер». «Альтер» — это не просто каталог психологов, это настоящее профессиональное сообщество, объединяющее около тысячи человек. Все они проходят дополнительное обучение, посещают тренинги внутри сервиса, обязательно проходят собственную супервизию. Более того, на старте каждый из соискателей проходит сложнейшую процедуру отбора, которая основана на решении реальных кейсов. Процедура настолько сложна, что только 13% соискателей могут стать постоянными сотрудниками «Альтер». Более того, «Альтер» делает ставку исключительно на те методики, которые основаны на принципах научной доказательности и признаны в мировом психологическом сообществе. Точно так же вдумчиво и ответственно «Альтер» подходит и к выбору психолога под конкретный запрос. Подбор специалистов в «Альтер» основан на алгоритмах, которые разработал один из основателей сервиса, создатель языка программирования Котлин Андрей Бреслов. Анкета алгоритма позволит описать все аспекты того, с чем клиент хотел бы поработать на психотерапии, и расставит приоритеты между разными психотерапевтическими методиками. Однако, если вы не чувствуете себя комфортно и уверенно в общении с искусственным интеллектом, команда «Альтер» подберет вам специалиста вручную, причем по-настоящему персонализировано и индивидуально. О том, насколько эффективно работают механизмы подбора в «Альтер», говорят цифры. За последние два года более 98% клиентов дали работе «Альтер» высочайшую оценку. Честно говоря, я бы очень хотела, чтобы люди приходили на психотерапию не для решения каких-то острых болезненных проблем, а просто за счастьем, за снятием досадных ограничений, за открытием новых возможностей. Я абсолютно уверена, что при поддержке квалифицированных психологов из сервиса «Альтер» вы сможете не просто справиться с происходящим, но и, возможно, открыть внутри себя какие-то инструменты, какие-то новые источники внутренних сил и света. Переходите по ссылке в описании видео или сканируйте QR-код на экране. Записывайтесь в «Альтер». По промокоду «Юзефович» вы получите 20% скидку на первую сессию с психотерапевтом. Я эту книгу читала, и я тебя сейчас слушаю, и я думаю, что то же самое можно сказать об большинстве твоих читателей, как книгу о нас. Мы все читаем и думаем, блин, ну ведь получилось же, вот у кого-то получилось, может и у нас получится, как хмели сумели, и ты сможешь. Насколько правомерны подобного рода аллюзии? То есть в твоей книге три раза подряд написано, автократический режим консервативного толка может закончиться, может закончиться без кровавой смуты, и дальше может наступить вполне себе демократия. Читатель это прочитал, обнадежился. И успокоился. Ну не то, чтобы обязательно успокоился. Он решил, ну окей, подождем. Как только я увижу окно возможностей, я буду знать, что можно что-то поделать, и скорее всего получится. А сам ты, насколько в это веришь, работают ли исторические параллели таким способом? Это не просто консервативный все-таки режим автократический, он еще и персоналистский. Ну французский тоже персоналистский. Я ей говорю, что да, что это персоналистские истории. Только полковники у тебя такие не очень персоналисты. У полковники нет, да. Ну и они, там у меня как-то люди обиженные за Грецию, говорят, Греции нам мало. Это я тот самый человек, который говорит. Ну мы просто в процентном отношении. Там 40 лет, 40 лет и 7 лет. Ну понятно, что за 7 лет у тебя материал, ну просто меньше материала. Тоже несправедливо, понимаете, делить. Тут человек целые 40 лет тиранствовал, работал тираном, работал крокодилом 40 лет. А тут всего 7. Хотя это был не один крокодил, а несколько. Небольшой крокодильничек, да. И он как-то несправедливо подошел к большим крокодилам. Они тоже, понимаете, обидятся. Тут кайманы какие-то, тут аллигатор настоящий. Да, настоящий большой. Уважаемый. Большой уважаемый аллигатор. Кстати, не очень уважаемый в этом, между прочим, еще разница. Как ни странно, да. Смотрите, я вот подумал сейчас. Вот русским говорят, вы, значит, терпели. Вашего вождя. Надо было не терпеть. Ну, в принципе, да, терпели. Окей, надеялись, что какие-то механизмы психологические или институциональные, ну, собственно, люди, которые вокруг так или иначе удержат от наиболее ужасного, преступного и так далее. Но не удержали. Но, с другой стороны, не мы одни его терпели. Вот взять та же история, через что легитимизирует себя диктатуру, у которой всегда дефицит легитимности диктатуры. Она вроде предъявляет поддержку граждан, но она же понимает, что эта поддержка в значительной степени организованная. А главное, что снаружи эта поддержка граждан не признается таковой. То есть, ну, можно провести авторитарные выборы. Вот Салазар их проводил регулярно, но их никто не признавал. Ну, также то, что мы сегодня видим в Беларуси. Ну, да, пожалуйста. Никто в мире не верит в то, что вся Беларусь в едином порыве. Никто не отрицает, что, наверное, какое-то количество граждан в какие-то периоды, может быть, и большинство, тоже, кстати, травмировав свободой в 90-е годы, выбрали этого человека, такого антиэлитиста своего. Но сейчас невозможно предъявить эти выборы в качестве доказательства легитимности. А вот что можно предъявить в качестве доказательства легитимности? Международные отношения. Вот меня принимают на равных другие руководители государства. Это как бы голосование через международные связи. И вот мы возьмем Путина и возьмем Франка. И что мы видим? Что с Франком за 40 лет власти ни один европейский лидер не встретился ни разу. С Путиным как с родным. С Путиным как с родным, понимаете. А что вы хотите от дезориентированных граждан России? Дезориентированные граждане России видят, что вот вам один за другим президенты Франции переходят на «ты». Это вам не английский язык, да? «Ти» вообще говоря, это довольно большая степень фамилии. Ну, типа «ты». Французское «ты» это... Ну, судя, например, потому что во французском офисе коллеги довольно часто обращаются на «вы» друг к другу. Или на «ты» с фамилией такой своеобразной. Вот, знаете, как в партийной советской номенклатуре «ты, Михалыч», да? Вот, собственно, с одной стороны вроде «ты», а с другой стороны по отчеству, да? Так, балансируя близость отчеством, которое... Борис Николаевич, ты неправ, как мы помним. Да, Борис Николаевич, ты неправ. Или просто, может быть, Николаевич, ты неправ. Вот, а они тут прямо на «ты» как друзья. Ну, и что делать дезориентированному гражданину России? Он смотрит на это, говорит, что я хуже Оланда, что ли? Вот они там, учителя... Вот у нас, у них там и галите, и фротерните, а у этих, вот, у итальянцев, история независимых коммун с 13 века. А греки вообще родина демократии. И вот все, значит, с ним общаются. Так и мне, наверное. Так и мне, наверное, можно, да, но нужно. Берем Франциска нашего Франка. А с ним никто не дружит. Никто не дружит. Значит, он... Нет, у него есть международные отношения. Между прочим, международные отношения отчасти карикатурно напоминающие вот то, что сейчас предъявляется российским гражданам в качестве настоящих, главных и самых правильных международных отношений. То вот Запад сгнил, поэтому он с нами не дружит, потому что как только приближается, значит, гнилой руководитель, гнилой западной демократии, источая свой гнилостный запах, к, значит, нашему лидеру, источающему из себя ароматы благодати, просто елей, ценностный елей, вот это вот все. Понимаете? Он же как черт отладан, он сразу убегает. Зато с нашим лидером, смотрите, как лихо общаются руководители тех стран мира, за которыми будущее. И дальше, значит, Франциско Франко предъявляет список. Уан Перрон, Аргентина, смотрите, какая замечательная страна, богатая, сколько там мяса, сколько там хлеба, сколько там стали, какая там культура отличная. Вот короли Ордании, вообще вот эти арабские короли очень, смотрите, они вот настоящие сувенирные, сувенирные, да, простите, сувенирные. В каком смысле? Нет, 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 я этого не имел в виду. Суверенные монархи, потому что, ну, почему, собственно, он поднимал вот эту тему общения с дружбы с арабскими лидерами, да, к нему он с удовольствием марокканский король, султан, потом король, соответственно, вот тунисцы, ливийцы, Ирак. Это все вот его любимый круг собеседников, короли особенно до революции, да, вот до иракской революции, когда Саддам. Потому что антиклониальные. Они от кого освободились-то? Они освободились от наших врагов, от проклятой Британии, от проклятой Франции. И вот они, наконец-то, лидеры суверенных стран, которые тоже, значит, вот, за ними будущее против Запада, но вместе. Ну ведь все, что ты рассказываешь, это прям про нас. Ну, а куда им было деваться? Вот с ними они не хотят общаться. Вот с нами уже Зимбабве, с нами, за нас. Африканцы хотят, и поэтому мы говорим, что вот африканский континент, молодые, свежая кровь мира. Этот человек говорит, который сам, у которого руки трясутся, я про него. И у которого, значит, темные очки, и уже там, ну, все признаки, не то что старости, дряхлости, дряхлости такой глубокой. Все-таки, чем он-то доправил, да, это, кстати, не оптимистический месседж, все-таки до 85 лет. А нам еще ждать-то ждать. Да, да. Но еще я уж не говорю, что 70 – это новые 50. Я преподаю в университете, а в последние годы часто выступаю с публичными лекциями. И к каждому своему выступлению я обязательно готовлю красивую презентацию. Я давно заметила, что эффект от выступления напрямую зависит от красоты и качества слайдов. Дизайнер презентации – это виртуоз PowerPoint, который делает не просто красивые, но еще и увлекательные слайды. Такие, вот такие или такие. Это востребованная и творческая профессия, и освоить ее можно в Академии Бонни и слайд Николая Пере и Светланы Фирсовой. Хорошая презентация – как дорогое пальто. Она поможет произвести благоприятное впечатление, получить финансирование, заветный проект или работу мечты. По статистике, каждый день порядка 800 человек ищут того, кто сделает им презентацию. Средняя цена на рынке – 1500 рублей за слайд, а опытные специалисты зарабатывают в месяц от 200 тысяч рублей. На курсе «Стань дизайнером презентаций» можно освоить новую профессию с нуля и всего за 4 месяца. И научиться делать слайды. Вот такие и такие. В Академии Бонни и слайд вас научат разрабатывать дизайн слайда буквально с нуля. Каждое выполненное задание рассмотрят кураторы и предоставят оперативную и информативную обратную связь. А первых клиентов вам найдет сама Академия. В Бонни и слайд каждый день поступают запросы, и команда Академии распределяет их между своими выпускниками, которые работают на основе фриланса. Профессия дизайнера презентаций актуальна и на международном рынке. По данным сервиса Upwork, дизайнер презентации со знанием английского языка в среднем зарабатывает 2000 рублей в час, а у квалифицированного опытного специалиста доход может быть в два раза выше. Академия выпустила уже 50 тысяч специалистов. Среди них сотрудники Сбера, Озона, Тинькова. По промокоду Юзефович вы получите 40% скидку на курс по дизайну презентации. Учитесь делать красивые слайды с Бонни и слайд и меняйте свою жизнь к лучшему, освоив востребованную и творческую профессию дизайнера презентации. А если вы чувствуете, что вам нужно обучить этому искусству своих коллег или сотрудников, у Бонни и слайд есть в том числе корпоративные форматы обучения. Все подробности вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Я вообще ужасно не люблю книги об истории, которые на самом деле не об истории. Мы с тобой даже помнишь, об этом немного спорили. Которые про нас, но мы делаем вид, что пишем про Османскую империю. Да, да, да. А на самом деле, ну вы же все поняли, это как какой-нибудь Натан Эдельман в конце 70-х годов писал книги про декабристов, и все понимали, что это книги про диссидент. Я, честно сказать, такое люблю не очень. У нас есть исполнение с обратной стороны. Это вот, конечно, весь месседж Игумена Тихона Шевкунова про Византию, которая на самом деле к Византии имеет минимальное отношение. Абсолютно. Такая же точно дрянь. Соответственно, во-первых, видел ли ты, писал ли ты свою книгу про Франка Салазара и Полковников, или все-таки для тебя это в какой-то степени книга про нас? И насколько ты сам видишь возможность использовать эту книгу как своего рода справочник, как прогноз? Нет, эта книга про Франка Салазара и Полковников, это совершенно верно. Потому что мне совершенно искренне интересно было понять прекращение тирании, несвободы и переход к ситуации парламентской демократии в мирное время. Не связанное с революцией и несвязанное с военным поражением. Ну вот у полковников связано. Это мне просто интересно. Я же написал там в этом сану. У полковников это тоже было не поражение. Никто не брал Афины, просто армия перестала подчиняться людям, которые, очевидно, втянули ее в невыигрываемую ситуацию. Это как бы вообще Греция очень концентрированный случай. Почему я, собственно, ее и привел. Тот же тип режима, те же внутренние перемены, та же попытка переодеться из военного в гражданское в середине правления, когда Хунта превращается, когда Попадополу снимает форму, надевает костюм, когда он говорит, что просто нам нужна демократия в твердых руках военного, как во Франции. Вот был Деголь, смотрите, мы сейчас проведем выборы, мы просто поменяем конституцию, короля уберем, он нам не нужен. Ну, зачем нам король, мы сейчас сделаем бы демократию, но это будет такая вот демократия, сильная, мощная, 10-летний президентский срок. Ну, и я бы президентом пару сроков потом. Так совпало. Ну, а потом уже, когда народ перевоспитается в соответствии с, как они их называли, ценностями крещенных эллинов, тогда вспомнит о своих корнях византийских, корнях антитурецкого восстания. Ну, конечно, об античности, когда он станет достойным свободы, тогда мы эту свободу ему вернем. Ну, я не буду пересказывать, но просто, да, Кипр наш, ну, Кипр наш. Сейчас берем Кипр в родную гавань и заживем. И дальше не получается. Ну, просто даже не то, чтобы и заживем, да, эту историческую несправедливость невозможно больше терпеть. Это надо исправить. А дело в том, что до этого, за полвека, у нас 60-е годы идет борьба за Кипр, и потом в 74-м попытка его присоединить греческой вот этой хунтой. А с Критом та же история произошла, потому что Крит сначала отделили от Османской империи, потом немножко побыл независимым государством, а потом началось восстание внутри Крита, и куча добровольцев из Греции поехала, отпускников, так сказать, а это восстание подъезжать. И в результате державы признали, что Крит – это часть Греции. Вот они считали, что вот точно так же можно с Кипром сделать. И они вот, еще вот это сбой чувства истории, они не понимали, что не так. Они не понимали, почему то, что можно сделать в 1912 году, нельзя сделать в 1974. Ну, им же можно было. Это вот очистить то, что мы видим сейчас, да, когда говорят, ну, а что вот мы такого делаем-то? Мы же изучаем все в школах, как расширялись державы, как исправлялись границы, как искупались с кровью и исторические несправедливости. То время было правильное, а наше неправильное. Давайте вернем правильное время. Ты живешь в таком прекрасном месте, что я понимаю, что идея покинуть его, возможно, не кажется тебе достаточно привлекательной. Однако наши друзья и партнеры из Авиасейлс очень просили тебя спросить. Если оставить в стороне то, что ты уже находишься в одном из лучших мест в мире, куда бы ты хотел отправиться? Представь себе, что мир полностью открыт для нас, как это было когда-то, и ты можешь попасть в любую точку мира. Я Байкала не видел, например, это безобразие. Но я вот откладывал, хотел, было, собрался, потом эпидемия. Честно говоря, вот здесь зима тоже зима. Это хорошо или плохо? Это в каком-то смысле хорошо, потому что зимой здесь нет туристов. Я вообще... Это кажется, что Флоренция все время перегружена. Пока еще нет, даже сейчас еще нет. И там было много моментов, много вечеров, когда я оставался в зале, где бы течели, в залах, где бы течели, один, один. Просто один совсем. Так не бывает, но так бывает. Даже не обязательно идти в проливной дождь. Просто вот один. Но света-то не хватает все равно. Только что я за солнцем куда-нибудь. Я очень поддерживаю идею Байкала, потому что это одно из самых сильных моих впечатлений в жизни. Так что давай будем надеяться, что когда-нибудь мы все попадем туда, куда захотим. Ну да. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Я знаю кучу людей. Я возглавляю, по-моему, их список, поскольку я прочитала книгу еще до ее выхода, которые прочитали твою книгу как очень оптимистичную, как своего рода обещание. А сам ты веришь в то, что она нам что-то такое обещает? Есть ли у нас надежда? Ну, во-первых, да. Ну, во-первых, да. Но почему нет? Ну, понятно. Дум спира, вот это все. Нет, дело не в этом. Дело не в общих местах, не в топосах, не в том, что надежда умирает последней, или не умирает никогда. И, кстати говоря, она не умирает, но обманывает при этом. Ну, почти любое описание смертной казни, там, смертного Путина, начиная с Достоевского, это, собственно, просто оттягивание конца, который принимается за надежду, да, при этом. В предельном виде в рассказе «Случай на мосту через Савинный ручей» Эмброуза Бирса, когда человек переживает много приключений и надежд в момент смерти. Ну, да, кстати, да. Значит, мы отбрасываем какие-то варианты, которые явно не наш случай, и сужаем круг. Долго держатся диктатуры, переживающие своих основателей, где мы видим несколько случаев всего в мире. Ну, мы, во-первых, видим что? Мы увидим увеличение удельного веса свободных обществ внутри мира. Это факт. Да, это точно так же, как вот экономический рост. Человечество в целом, каждое столетие, каждое десятилетие производит больше услуг, благ, товаров, чем предыдущие. Поэтому можно ли, верим ли мы в экономический рост? Я не знаю, верим ли мы в экономический рост, или нет, но он является фактом. Верим ли мы в постепенное освобождение человечества? Не знаю, верим ли мы в это или нет, но оно является фактом. Мы видим, в чем главный сюжет исторический XIX века. Это переход от кассулютизма к парламентским форумам. Миновавшие нас. Миновавшие нас, но, например, не миновавшие такие странные государства, как Османская империя, которая была в период Тензимата, сильно раньше России стала парламентской монархией. Просто военные поражения, ну, когда бьют с Саламатой, не знаешь, почему и что. Ну, ты хочешь разделить ответственность за поражение, ну, с обществом. Это, кстати говоря, неплохой механизм демократизации. Если власть не падает целиком, то она может пойти двумя плечами. Либо она говорит, что всех убью, ничего не знаю, переписываю, вообще все, все закрываем, ничего не обсуждаем, просто... Либо, ну, если ты проигрываешь войну или не выигрываешь войну, то одно дело ты один, другое дело, ну, вот как бы это... Мы все вместе облажаемся. Да, даже смотрите, вот Путин, да, он еще... Там речь о проигрыше не шла, речь шла о некоем решении с неясным концом, хотя я думаю, что у него была в голове какая-то более ясный конец. И то он затащил несчастный совет безопасности их там дрожащими голосами, абсолютно такой, кто помнит пресс-конференцию, очень похоже. Душераздирающие зрелищи. Да, вот с этими дрожащими голосами такими вот как бы все это поддержать, потому что это, ну, коллективное решение. А дальше ты хочешь опереться у людей. Например, не обязательно в военном поражении, например, так поступил Дэн Циопин и вообще китайская верхушка, когда они вводили экономические реформы, потому что очень ответственно, но ты демонтируешь, по сути, коммунизм, да, вот главное достижение китайской революции и, ну, главное достижение своего вождя, основателя государства. Он был про колхозы, про, ну, комоны там, про государственную экономику против рынка, а ты, вот вроде бы у тебя портреты его висят, знамена того же цвета, а ты выворачиваешь экономическую политику на сто процентов. Но ясно, что хочется сделать это не в одиночку. И больше того, даже, видимо, и нельзя сделать это в одиночку. Поэтому достоинизация, это не просто указ председателя, председатель, кто там, Хрущев, не был генсеком, у него первый секретарь, первый секретарь, да, ну, не важно. Значит, не просто по партийной линии, а вот мы съезд соберем, и, значит, на этот съезд всякие резолюции цены принимает. Все, вся партия решила. Конечно, начинается распределение, в том числе, власти в случае поворота. А поворот провоцируется неудачей, поэтому сама вот эта, сама эта связка, некое действие, увязшее, неудачное, не достигшее своего результата, естественно, не находящее, ну, скажем так, единодушной поддержки, потому что, ну, то, что прорывается периодически в виде с разных прослушанных разговоров, каких-то внезапных отъездов, реплик, выдающих какую-то нелояльность внутреннюю, мы понимаем, да, что, ну, еще почему диктатор в период неудачи ведет себя так напряженно. Он, конечно, понимает, что... Он чувствует себя хрупким и лазимым. Он знает, что все знают, но делает вид, что... Он знает, что все все понимают, но делает вид, что не понимает. Поэтому нельзя доверять никому. И ты не понимаешь, кто на самом деле тебя поддерживает, а кто маскируется. И потом, если приходит преемник, ну, что... Он не хочет оказаться в этой ситуации, когда он еще за чужую ошибку отвечает. Чем? Зачем это надо? Зачем? Гораздо проще взять и, ну, как бы, пытаться построить консенсус на исправление этой ошибки. Ты, по крайней мере, будешь знать, кто с тобой, кто против тебя. По крайней мере, это будет более очевидно. Но при этом мы видим воспроизводящиеся. Да, и возвращаясь к воспроизводящимся диктатурам. Они почти никогда не бывают персоналистскими. Значит, в Китае коммунистический режим держится. Он, мало того, что партийный, и он партийный в гораздо большее после смерти Мао, он именно партийный. Он, собственно, вот Си, почему вокруг него столько дискуссий, он отошел вот так называемой китайской конституции, потому что после смерти Мао китайцы решили, что единоличное правление действительно привело страну в роль железного дровосека. Человека, который железной рукой ломает много дров, а зачем не знает. Поэтому сменяемость, вот этот, фактически, система такая-то дархии позднеримской, правитель назначает преемника, преемник во второй срок правителя подбирает себе команду, потом два срока правят, потом во второй срок назначает себе преемника, преемник выбирает себе команду и так далее. Вот Си эту машину сломал, он как бы непонятно кто, вроде бы еще внутри этой конституции, но уже понятно, что она перестала работать, потому что нет преемника, он сам себе преемник, и все сломалось, посмотрим. Но до этого тот период, когда после смерти Мао китайская компартия удержала власть, был связан с деперсонализацией режима Сиуон. А центральная Азия? Ну, центральная Азия, это все первое поколение. Но тем не менее. Ну, смена произошла, да, смена произошла. Давно уж нет с нами Туркмен-Баши. Да, есть его сменщик. И такое бывает? Ну, смотрите, центральная Азия все-таки, мне кажется... Для нас нерелевантный пример? Не то, что Казахстан был бы релевантным, между прочим, Казахстан довольно интересный, потому что там попытка уйти оставшись провалилась. Я думаю, что для Путина это как раз отрицать, например, если он думал уйти оставшись и увидел, что это не работает. Ну, что деваться все, уйти некуда. Уходя, уходи. Уходя, уходи, да, ну уже, а уйти тоже уже. Нет, уйти теперь невозможно. Теперь невозможно. Потом Иран, который выстроил очень специфическую и неперсоналистскую, во-первых, он пришел на смену диктатуре, сама Иранская Республика Исламская, это как бы режим свободы на фоне режима диктатуры. Просто этот режим свободы выродился в режим новой несвободы. Точно так же, как русская революция породила режим несвободы взамен другой несвободы. Но она тоже институциональная. И в Иране есть выборы, меняется президент, мы не знаем имя этого президента, есть всякие выплески политической энергии, есть довольно сложно устроенное общество, которое вот в несогласии с самим собой. Это несогласие эксплуатируется верхушкой, и при этом лояльность конечно силовиков пока... Вообще лояльность силовиков имеет огромное значение. Но ведь скажем, ты пишешь и у Салазара, и у Франка силовики... Ну, у Салазара нет, но Салазар умер, а там действительно это был в значительной степени армейский мятеж, а у Франка армия была всю дорогу вполне лояльна, и лояльным образом наблюдала, как происходит демонтаж франкистского режима. Да, вот это важный момент, потому что все боялись, что армия не позволит демонтировать режим, но она позволила его демонтировать, потому что внутри режима, и мы это видим отлично по советской России, по постсоветской России, наши правители не хотят сначала партийные, потом персональные, не хотят армейской субъектности, поэтому армия достаточно пассивна в России. Кстати, как и в Китае, ну, в Китае там последний раз ее применили, чтобы бить по вот этим культурным революционерам, взорвавшимся, вот, собственно, при помощи армии, потушили культурную революцию, потому что это был такой пожар, который партия разожгла, вернее, вождь разжег, а потом сам потушить не смог, но вот армия помогла. Но в целом армия в России не политическая. Грубо говоря, не везде у армии есть политическая субъектность, поэтому армия при Франко, вот парадокс его диктатуры состоит в том, что он пришел как армейский диктатор, но понимая, что, собственно, армия совершила переворот и поставила его у власти, он понял, что, а зачем армия, которая может совершить переворот и поставить кого-то у власти? И он армию убрал из политики, он как бы сделал ее инструментом, но не субъектом. И в России, конечно, армия тоже инструментами субъекта еще с советских времен. Давай я спрошу еще раз то же самое, только другими словами, потому что это главный мой вопрос, который меня у самого ужасно беспокоит. Оправдан ли оптимизм, который может испытать и почти всегда испытывает читатель от твоей книги? И оптимизм этот, касающийся не прошлого, понятное дело, а будущего? Во-первых, этот оптимизм в том числе, ну я даже не знаю, вот пишем в Испании, а как бы... О читаемой России. О читаемой России, да, причем без авторской интенции. Но это связано, конечно, с тем, что в отличие от множества книг, каких-то, ну и такого же гигантского множества, все-таки немалого количества книг написанных об этих же людях, они все-таки написаны, но в основном жителями демократии, либо английско-американские авторы, либо французские, либо испанцы, но уже в период после диктатуры, потому что в Испании внутри диктатуры, наверное, такая книга все-таки была бы невозможна. Мы читаем эту книгу, конечно, как заговорщики, в том смысле, что мы живем внутри, она написана гражданином автократии, для других граждан автократии. И в этом уже состоит некоторое наше почти заговорщическое такое понимание подмигивания. Причем она написана, нет ли подмигивания, еще раз говорю, это реально, и там есть предисловие объяснения, почему это просто реально мой такой серьезный интерес, и детский, потому что я помнил какие-то картинки, не понимал, что происходило, и вот это вот зудение на слуху все время, вот франка, франка, транзин, переход, переход, там, революция, гвоздики, в конце концов, первая цветная революция, о которых мы там слышим последние 20 лет. Ну конечно, так она и есть, а еще то, что мы внутри режима, который похож. В этом есть элемент моего с читателями заговора, причем с читателями, как, так сказать, оппонирующими диктатурой в душе, так и просто любопытствующими, зеваками, так сказать, и с читателями, которые в каком-то смысле являются слугами диктатуры. Им тоже интересна их собственная судьба, ведь их мучает вопрос, а что будет, когда диктаторы не станет физически, им все-таки не 48 лет. Еще раз говорю, идем методом отсечения. Это не будет бархатная революция, как, не знаю, в Чехии, в Венгрии и так далее. Почему? Потому что бархатная революция это для оккупации. На самом деле, мы все прекрасно понимаем, что коммунистические режимы восточных странах, центральной и восточной Европы, это не совсем коммунистические режимы, это все-таки еще и марионеточные режимы. Убрали поддержку, у них одна нога, может быть, у них было три ноги, одна собственная, прокоммунистическая, про антизападная часть, другая, прозападная часть, а третья нога советская поддержка. Ее убрали, своя зашатала, все упало. Это фактически деколонизация, не та в модном смысле, а вот такая, настоящая. Потом, это не может быть как с Германией, потому что, ну, а кто, кто будет тот смельчак, который над ядерным рейхстагом поставит свое знамя? Кто, собственно, никто, никто, Москву брать не будет, и не только не Москву, много чего не будет. Хорошо. Да. Отсекаем? Отсекаем. Дальше. Это не будет конец Советского Союза, потому что Советский Союз кончился из-за того, что не накормил людей, заперых в стране, не дал им посмотреть мир. Но главным образом все-таки Советский Союз кончился в силу неэффективности экономики. То есть, это экономический крах. Да. В чистом виде, ну, то есть, это и экономический крах, и крах, конечно, идеологии, то идеология очень сильно была экономическая, потому что, что, Маркс, экономический философ, да, если бы он был религиозный философ, наверное, этот крах не был бы так связан с экономикой. Но они же строили утопию экономическую, ну, вот она не построилась, ну, соответственно, вместе с экономической утопией упала и политическая, и социальная. Вот. Значит, это не будет как в конце Советского Союза. Значит, это будет как конец чего? Ну, вот режим, еще раз говорю, с рыночной экономикой, граждане, в принципе, накормлены, сыты, обуты. Джинсы есть, границу ездить можно, есть банки, есть, в принципе, довольно модернизированная среда. Нельзя сказать, что вот риторика архаичная, а среда, ну, там есть вот момент, когда вот этот оппозиционер тоже с сорокалетним стажем, генсек компартии, а генсек компартии, это главный оппозиционер Навальный, да, надо понимать, что когда вот мы говорим о коммунистах применительно к средневноморским режимам конца 20-го века, это вот это самая несистемная экстремистская, ну, там, та оппозиция, которую власть считает экстремистами пер-экселенс, борьбу с которыми, собственно, и к тому же пятая колонна врагов, да, это не просто какая-то оппозиция, как монархисты, душевные такие, так сказать, мечтатели неразумные, которые не понимают, как, наверное, здесь всех хорошо, как мы все здорово устроили. Это примерно как сейчас турбопатриоты в той же роли. А эти вот люди, это опасные, потому что они пятая колонна, они же рука Москвы, они же подчиняются международной дисциплине, они как бы проводят интересы геополитически чуждых держав. Поэтому вот, и когда он возвращается, после, ушел в конце 30-х, возвращается нелегально в 74-м году и видит современную страну. и у него в некотором смысле шок, то есть он понимает, что это архаическая диктатура, что это человек, который встречался с Гитлером, которым Гитлер помогал прийти к власти, грубо говоря. Дело даже не в этом, но просто все в этой системе несовременно. Не важно, представим себе, что как Салазару никакого Гитлера не было, и никто не помогал ему прийти к власти. Просто выстроена система, которая не является модерной ни в каком смысле слова. Но она, но среда обитания, но жизнь в принципе современная. Машины, как во Франции, реклама, как во Франции, все вывески, потребление одежды, все модернизировалось. И как свергать такой режим? Он в некотором даже в шоке, он в оторопе, он не понимает, а как вот этих людей вообще поднять против диктатуры, если вот вокруг все нормально, все хорошо. Ну, у нас ведь так и было. В 2019 году мы были в этой точке, а теперь мы немножко в другой точке. Мы в другой точке из войны, конечно, потому что и это вот, собственно говоря, наверное, то, что нас с Франком в данный момент сильно разводят, потому что вот представим себе, что он там пошел и взял Гибралтар, и началась война со всеми западными. Вот есть такая боль такая испанского человека. Мы европейская страна, а на нашей территории есть английская колония. Это как вообще? Это же позор, это же стыд. Это же вот, ну, ты у себя дома, вдруг едешь, 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 а вдруг раз и Англия. А что вообще такое? Она такая довольно прозрачная Англия. Ну, ее видно насквозь, да, она маленькая, вот, ну, у нее можно ездить на работу, но там английский флаг, там английские военные базы, там английская валюта, ну, как это вообще? Безобразие. Тельзя. И это такая болезненная для них вещь. Действительно, когда внутри страны возникали проблемы, обязательно кто-то выходил с депутатов, или вот министр иностранных дел был такой, к стиле, говорил, доколе? Доколе, да, начинаем бороться за возвращение Гибралтара. В родной угол. Люди часто действительно забывали о том, что их ежедневно гнетет, и говорили, да, ну, бог с ним, с тем, что нас ежедневно гнетет, но вот этот позор, это национальное унижение мы терпеть не можем. И, кстати, к вопросу о том, что, собственно, делают режимы устойчивыми, это ощущение борьбы, конечно, за, вот, против национального унижения. Поэтому большой успех, собственно, российского режима в том, что он, и одновременно его большой провал в том, что он жителям большой, самостоятельной, суверенной, исторически суверенной европейской, я бы скажем, империи даже, что бы это не просто страны, привил колониальный комплекс. Вот все говорят, деколонизация там от России, ну, конечно, да, но это парадоксальным образом жители России чувствуют себя жителями колонии, которые то ли недавно освободились, то ли вот-вот освободятся, то ли еще не освободились, и вот прямо сейчас ведет свою освободительную войну. В этом безумие момента у нас колониальная война под антиколониальными лозунгами, да еще и, не ладно лозунгами, лозунги можно рисовать какие угодно, у нас люди себя чувствуют в освободительном восстании. Мне кажется, это все-таки единицы, это какая-то уж совсем оригинальная, это группа сторонников войны. Это сторонники вечной войны. Да, это же мотивация связана не с тем, что вот, то есть есть какие-то там, которые, глобус фетишиста, да, или как карточные, фетикартовые, картовые фетишисты, которые просто любят, будто они с детства смотрят. Кстати говоря, роль карты в формировании сознания, как и роль игр, там и так далее, они смотрят, как эта Россия расширяется, то она опять сужается, а то опять расширяется, вот испытывают теплые чувства. Ну, Виндзик Андерсон, да, вот он же описал роль карты вообще в формировании национального... Формировании воображаемого сообщества. Воображаемого сообщества, да, в том числе. Ну вот, и, но в целом, вот сторонники войны, конечно, они, ну, я считаю, что максимальное их число находится в ситуации анти какой-то колониальной такой, борьбы, какого-то восстания, они такие повстанцы, они революционеры, и это очень хорошо. Они на этом настаивают. Очень хорошо ложиться на вообще ту историю, которую нам советская школа дала, что вот парадокс, революционеры это плохо и хорошо одновременно, как канализировать положительные чувства по отношению к революционерам, которые вообще, мы их теперь считаем плохими, потому что они царя свергли, а вот мы теперь ее вот отправим в революционный дух туда, на борьбу... В Донбасс. В Донбасс, и борьбу с внешними силами. В начале нашего разговора ты произнес фразу, которая вот во мне до сих пор булькает и как-то не до конца усвоилась, про то, что патриотизм советского человека, это был патриотизм не государственный, тем более не национальный, а культурный. Мы все опирались на некие общие культурные ценности. То есть условный Пушкин, условный балет, который вроде бы принят и правителями, но он наш. Пушкин наш, а не Брежнева, не Хрущева, не тем более не Сталина. Это наш Пушкин. Я думала вот с тех пор, как ты произнес эту фразу, о том, насколько сильно отличается нынешнее наше состояние. Все то, на что мы могли бы опереться в смысле культуры, оно для многих оказывается каким-то, как будто испачканным. Ну да. Можешь ли ты, грубо говоря, праздновать День Победы, вспоминать своего дедушку, который храбро воевал, когда ты понимаешь тот смысл, которым он сейчас наделен? Можешь ли ты читать Пушкина, когда Пушкин используется фактически в качестве одного из инструментов пропаганды, из него там выпиливают строчки, которые показывают, что Пушкин, то он бы сейчас уже вообще с шашкой на голову в первых рядах. Как тебе кажется, как мы сейчас можем выстраивать вот эту, вот этот новый тип патриотизма, когда все то, от чего мы отстраивались, оно оказалось запятнанно. По крайней мере, многими это так видится. Ну, то, что уничтожение в каком-то смысле прежней формы, прежней формы памяти о победе, де, нет, памяти о победе, все правильно, да, и главное, прежней формы, даже не вполне еще сформировавшиеся, но все-таки благодарности какой-то, пусть формальной, пусть не очень искренней, пусть не очень теплой, но тем не менее, вот, благодарности Европы за освобождение от нацизма, что эти формы, и даже, если мы говорим о Европе, это чувство уничтожено надолго, это правда, и уж тут, если представить себе страшного с какими-то далеко идущими планами агента Запада, который хочет сокрушить мягкую силу и вообще какой-то подпилить тот сук, на котором Россия сидит на мировом древе, то, конечно, завербованный в Германии молодой, но не очень удачливый, это я просто пишу альтернативную историю, понимаете, альтернативный роман, завербованный в Германии, не очень удачливый офицер спецслужб, которого продвигают потом на пост главы России, и, наконец, с этого поста избавляет немцев от комплекса перед русскими, избавляет их от этого остаточного, но очень влиятельного чувства самого ненавидимого народа Европы, это, конечно, такая прекрасная была бы Мне кажется, следующая твоя книга должна быть в жанре альтернативная альтернативная фикшн-история, ну вот, посмотрите, конечно, ничего большего подарка тем людям, которые хотели переключить тумблер с благодарности или благодарности, которые хотели избавиться от, ну, как бы, долго, да, может быть, еще раз, не очень теплого чувства, в зависимости от того, у кого что, да, кто-то может быть теплый, а уж кто вот по обязанности должен был быть благодарен Москве, вот уж кого избавили, вот уж кому пришло спасение, конечно, все это, эта страница перевернута, и чем больше Россия настаивает на том, что эта война против неблагодарности за благодарность, тем, как сказать, меньше этой благодарности остается, тут просто нет никаких, это факт, опять же, да, это не, это не мое желание, это не чье-либо желание, это так происходит, это объективная реальность, ее никто не запланировал, никто не замыслил, просто действительно благодарным и обязанным быть не всегда приятно, и вот если вы хотите, особенно так долго, поэтому если вы хотите избавиться от ощущения вот обязанности, обязательств, то вам нужно некое событие, которое вас избавит от этих обязательств, это событие произошло, это событие, конечно, в интересах тех в мире, кто хочет это пилить от мирового дерева сук, на котором сидит Россия, вот отпилили своими руками, нормально, хорошо, раз, это с победой, с победой, ну не то, что списали, но мы понимаем, не списали, но по крайней мере, да, случилось то, что случилось, то та форма, в которой она существовала внутри и снаружи, она больше невозможна, да, вот она и так себя изживала отчасти, ну просто хронологически, нельзя так долго, теперь про культуру действительно совершенно другая ситуация, вот русская культура действительно, ну, во-первых, само словосочетание русская культура, оно так мелькает, я не помню никогда, что оно так мелькало перед глазами, но слуху, как в последние годы, то есть оно так, оно уже затерлось самим этим разговором, во-вторых, это факт, что русская культура было то, что объединяет российский народ, граждан России еще в советское время, мимо в обход государственной власти с миром. Да, и друг с другом. Вот Брежнев, введя войска в Чехословакию, наверное, разделял, а Чайковский все равно объединял, хотя надо спросить у чехов, хотели ли в тот момент слушать Чайковского, возможно, тоже нет, но в целом общая константа действительно была такая, не то, что власть плохая, народ хороший, нет, там народ, к народу тоже были вопросы, но вот к культуре таких вопросов, конечно, не было, но тут такое совпадение вышло, что у Запада и к своей культуре появились вопросы, которых раньше не было, а тут еще и мы, значит, предъявляем вот архаические формы поведения и вот эта рефлексия над собственным культурным каноном, имеем ли мы право поклоняться безоглядно Шекспиру, если я не знаю что, что-нибудь там. Шекспир не все говорил, неправильно говорил о женщинах, да, или у него нет там, Ну и вообще он очевидно занимал то место, которое могли бы занимать женщины. Другие люди, да, но не занимали в силу того, а он воспользовался своей исторической привилегией, не знаю, так далее, ну вот это все. Новые формы рефлексии над собственной культурой совпали с тем моментом, когда Россия предъявила свое, ну, скажем так, несовременное поведение, и они тут же, как пожар, перекинулись, естественно, на российскую культуру и сожгли этот культурный мост, который действительно существовал во времена вот железного занавеса и холодной войны, то есть занавес был в железном смысле политическом, в смысле социальным, но не было культурного занавеса. Там какая-нибудь западная пушкинистика, западное изучение русской литературы, оно как раз расцветало в этот момент не только на гранта ЦРУ, которым было интересно понять эту загадочную русскую душу, которая произвела этот загадочный русский коммунизм, который является теперь нашим противником. Вот для них это было не то, что предметом легитимного изучения, а там никому не приходило в голову оправдываться, как ты изучаешь писателей, как ты служишь музыку, нашего идеологического противника в то время, как витконговцы рвутся к Сайгону. Да никак. Так и слушаю. Наоборот. Еще, может быть, лучше вас понимаю, как мир устроен. Сейчас этого нет. Действительно, это культурный мот сожжен, но это не то, чтобы совсем... Во-первых, это неверно. Во-первых, это неверно, понятно почему. Во-вторых, это объяснимо, тоже понятно почему. А в-третьих, я хочу сказать одну вещь, которая совсем не проговаривается. Что такое русская культура? Видимо, русская культура – это тот объем прочитанного, услышанного, увиденного русским человеком, который сделал его таким, каким мы его увидели во время вторжения в Украину. Каким мы увидели русского правителя, который, очевидно, тоже что-то там прочел. Так вот, собственно, а кто сказал-то, что эти люди сформированы исключительно Пушкиным, Бродским и Чайковским. Вообще-то, русский мальчик, как и русская девочка, начинается с того, что он читает, ну, там, Жюль Верна, Александра Дюма, да. И я не могу сказать, что там Дмитрий Медведев, который сыплет злобные проклятия в адрес Запада, воспитан, ну, прямо скажем, на музыке... Протопопия Абаку. На протопопии, ну, ладно, просто там на музыке Гречанинова, да, какого-нибудь, он, вот, как мы знаем, Дип Пеппо, его любимая группа. А раньше была. Да. То есть, культура русская, это не культура, произведенная русскими, это как бы какая-то странная, странная конструкция, которой вообще в природе не существует. Русская культура это то, что усваивает русский ребенок, юноша, там, или девушка, соответственно, и взрослый человек в течение жизни, ну, особенно важен, видимо, период там формирования, становления, не знаю, как это назвать. Это действительно, если мы берем школьный канон, очень русскоцентричный канон, и к нему масса претензий именно в этом качестве, да, русский человек, например, действительно не читающий самостоятельно, у него огромный весовой перекос в сторону русской литературы, то есть он мировая литература для него состоит на 90% из русской литературы, да, но вот, собственно, он даже с трудом может представить, хотя, если его поймать за пуговицу на рубашке и сказать, русский человек, вот, ты считаешь, что 90% великой литературы это русская, а в кино также дело обстоит, а в футболе, там, а в музыке, и он может быть, если он совершенно не алюминиевый, то задумается и скажет, ну, наверное, если вот в кино и в музыке так, то может и в литературе так, может, я не знаю чего. Действительно, очень русскоцентричный канон в литературе, но, во-первых, в остальном его нет, и современный русский офицер воспитан на фильмах Бельмондо, вот ровно в той же степени, в какой он воспитан, и даже в большей, простите, чем на Сибириаде Кончаловского, и даже, чем на пьесе для неоконченного механического пианино Михалкова, да, Михалков, он вроде такой весь про войну, а авторы «Звездных войн» или Бельмондо вообще знать ничего не знают про эту войну, и все уже в прошлом, и вообще Бельмондо умеет, но до начала, но дело его, может быть, живет в этой форме, почему никто об этом не думает, почему всем кажется, что вот Чайковский, Чайковскому не будем исполнять, потому что русские наслушались Чайковского и вон и что вышло, а, например, Пол Маккартни будет гастролировать по миру, потому что с ним все окей, но вообще-то русский человек наслушался Пола Маккартни больше, чем Чайковского, виноват ли Пол Маккартни в русской агрессии против Украины, а вместе с Майнридом, Жюлем Верном и Александром Дюма старшим, потому что с младшим контакт утерян. Да, есть русская культура, она вот написана на русском языке, есть ли русская музыка в том же смысле, в каком есть русская литература, большой вопрос, потому что она написана теми же нотами, как и написана собственно любая другая музыка, а в отличие от композитора Вагнера, который придерживался определенной идеологии, композитор Чайковский никакой идеологии не придерживался, даже в каком смысле был гонимым меньшинством. Но даже если говорить о Вагнере, то в общем не было никакой идеи отменить Вагнера в странах антигитлеровской коалиции. Ну, грубо говоря, да, есть одна страна Израиля, у которой Вагнер свои счеты, и то, значит, то прогрессивная общественность Израиля борется. И то прогрессивная общественность сказала, что прекратите эту ерунду. Но мост сжигается вот исключительно таким вот фигурным образом, я бы сказал, выпиливается из вот того моста, который объединяет русского человека и западного человека, только русское. Пушкин виноват, а Хемингуэй как бы нет. А Хемингуэй как бы нет, хотя, да. Хотя, и когда ты понимаешь, что вот русский офицер или солдат или сторонник войны, да ладно, боже мой, ну вот хорошо, вот я закончил, а я всегда пропагандировал классическую филологию как некоторое средство развития мозга, подобное высшей математике в негуманитарных сферах. Ну, я же вижу, да, что вот половина моего курса, это все люди, ну, как бы очень отчитанные, в этом смысле, хотя я давно заметил недостаток классической филологии, люди, в общем, настолько заворужены величием, объемом, так сказать, и вот этой фундаментальностью древних культур по отношению к новой, что они совершенно перестают понимать современность, они антимодерны в этом смысле. Вот ты в этом смысле огромное исключение, и я, кстати, тоже, потому что я же тоже классик, и при этом современная литература, а ты классик и современная политология. Я буквально знаю массу людей, которые закончили классическое отделение, и они не могут читать современное, потому что им интересно, понимаете, если ты читаешь... Я сама была такой. И я сам был такой, да, у меня был большой обрыв связи с современной... Ладно, я перестал ходить на какие-то группы, которые я слушал на концерты, лет на 10-15, потому что, ну, а зачем? Это настолько все здорово, что ничего больше не надо. Подождите, и что ты хочешь сказать, что твои однокурсники прекрасные? Нет, я хочу сказать, ну, как, я хочу сказать, что есть люди, которые не разделяют, скажем, моего негодования или там, моего ужаса, да, негодование – это слишком моралистический термин, а вот моего ужаса и отвращения, да, и что никакая античная, византийская, классическая, романо-германская образованность, вообще доступ к Евангелию в оригинале, если мы возьмем там священников каких-то, которые вот прям вот, ну, они прям вот читают, вот это вот все не помогает, макарий, тахитов, невмокус, да, и ничего, и не помогает, они по-русски это прочтут, они по-гречески это прочтут, а потом говорят, да, и благословляю вас, правильно, надо, проклятый запад, надо победить в нашей православной войне. Да, и что я с этим буду делать? Вот для меня это очень важный вопрос, потому что, если мы видим, что культура не делает лучше, то почему мы считаем, что она делает хуже? Вот, вот и меня это вопрос, во-первых, мы считаем, что именно русская культура сделала какого-то человека хуже, а не что-нибудь еще, а не русское, а не все то, что через него протекало, а не все то, что через него протекало, включая там, от Платона, буквально, в буквальном смысле слова, от Платона до... Платона можно плохому набраться. Еще как. Кстати, а что будет с Платоном теперь по закону ЛГБТ, я не понимаю. Ну ладно, там только можно, нужно только Федро. Федро, да, но там прямо вот открытым текстом, открытым, привлекательностью пропагандируют. Нет, ну одного Федро выпили, это уж как. Ну Федро, да, но Федро не в школьной программе, Федро... Да, ну в университетах, наверное, тоже, кстати, читать перестану, кто его знает. Вот этот поток двусторонний, формирующий личность, он абсолютно многосторонний, и во-вторых, да, культура, вот мы видим людей начитанных, наслушанных, насмотренных, театральных, ценителей звука, ценителей, не знаю, оперного пения, которым ничуть не мешает. Ну я точно знаю людей, разбирающихся в искусстве, которые, тем не менее, что-то недопоняли в нынешней ситуации. Не все так однозначно. Ну да, или не поняли базу, да, потому что мы понимаем, конечно, что под вот этой дихотомией, которая разделила действительно сейчас русское общество в Россию, западный мир в России, вообще мир, конечно, есть очень много слоев, сложности, там, поведение Запада, поведение украинской власти, поведение Украины, Украины, как государство, идеальности, никто не был идеален, все это совершенно верно. Да, но есть, поверег этого, есть какая-то базовая вещь, которую, кстати говоря, очень многие хотели бы убрать. Давайте мы уберем базовые вещи, будем говорить обо всем остальном. Нет, так не получится, вот эту базовую вещь вы не уберете. Ну, а если уберете, то это будет нечестный разговор во всем остальном. Это будет важно. Но это правда никак не коррелирует с культурой. Ну, это никак не коррелирует с культурой, и поэтому культура в этом отношении действительно непонятно, к чему привязана. Оно привязано, понятно, почему, потому что, ну, есть, я не знаю, а вот почему, вот у тебя есть ответ? Почему именно, ну, кроме того, что сейчас период рефлексии над старой культурой, которая, как бы, культура привилегированных классов и так далее, но это такой... Я думаю, именно в силу нашей особой привязанности к культуре, потому что... Культуроцентризма. нашим культуроцентризме, потому что, ну, а что у нас еще есть? У нас с историей все сложно, опереться толком не на что. На что нам опереться? Значит, соответственно, нужно каким-то образом объяснить, что то, на что мы опираемся, не ценно. Но это мое какое-то... Ну да, российский государственный опыт государственного строительства не является... Да, что мы его любим, что ли? Привлекательный. Он и в мире не привлекательный. это, ну... То есть, российскую власть прям искренне любить, это прям надо сильно постараться. Там русская кухня, да, в отличие от итальянской какой-нибудь, да, она не является глобальной ценностью. А вот ты не переживаешь, это как персональную драму, потому что я, например, ну, за прошедший год мы уже много персональных драм пережили, поэтому, наверное, это не самое острое, но когда мне условные адепты теории вечной войны рассказывают, что Бродский, он их, он их Бродский, и то же самое тебе рассказывают самые лучшие русские, которые говорят, да Бродский-то, он же имперец, а я с этим Бродским выросла, это мой Бродский, мне что в этой ситуации делать? Мне больно, я ничего не могу с этим поделать. Самое странное, вот, скорее, второй тезис, чем первый. Первый тезис, понятно, да, государство пытается апроприировать все, что было вам дорого. Апроприировать все, что было, что в свою пользу, да, и, ну, собственно, присваивает мертвым своим суждением, что дико неитично, да, Бродский был бы за нас, Цой был бы за нас, Высоцкий был бы за нас, потому что, вот смотрите, какой он прекрасный Жеглов, разве Жеглов мог бы быть не за нас? мог бы быть не за нас, да, не различая человека и образа. Я просто чушусь от этого, потому что, мне кажется, что призывать на войну умерших, это только рагорно было можно. А то, Бродский не наш, а вот прямо так и говорят, нет, Бродский ваш, это действительно тоже новый элемент, точно так же, как и в целом, новым элементом является запихивание антивоенных русских, вот, все равно туда-то, куда под Путина, потому что, типа, этой границы не существует, или она несущественна в этой ситуации. Как несущественна? Важнейшие границы есть, нет раз? Вот. Ну, тут, понимаете, тут много чего есть, тут от элементов недобросовестной конкуренции, ну, грубо говоря, есть некое мировое пространство, слуха, памяти, даже не говорим, культуры, просто вот, России в этом пространстве было много, ее всегда там было много, она в этом смысле действительно привилегированная страна, там, начиная с того, что это много столетий независимой государственности, что совершенно не у любой, не у любой нации в анамнезе, да, действительно, если мы возьмем, там, Украину или Армению, там, ну, повезло, ну, да, а почему повезло? Потому что нагло всех завоевали, да, вот, еще можно с этой стороны посмотреть, а другие страдали. Вот, во-первых, во-вторых, конечно, ну, вот этой России много, да, и вот некоторые буквально так и формулируют, у вас было слишком много, никто поэтому нас не замечал, а тут вот есть такая возможность прикрутить, значит, русский экран, отчасти это же правда, которая ослепляет, вот и в вашем свете, в вашей лампочке много вольт, давайте мы вот, или в вашей люстре много ламп, давайте мы часть этих ламп погасим, и тогда, может быть, какой-то другой свет пробьется. Ну, так может, да, если в конкуренции... В этой части в этом есть некоторая логика, потому что я, например, с интересом наблюдаю, как мои знакомые издатели на Западе вдруг начали для себя открывать украинских писателей, которые есть, которые абсолютно есть выдающиеся, они их просто не видели, потому что, ну, кто про них вообще будет думать? А сейчас они про них думают, и я вижу в этом некоторую... Ну, то есть я очень напрягаюсь, чтобы увидеть вообще что-нибудь хорошее в происходящем, и я вижу хорошее в том, что действительно украинская культура сейчас будет более представлена на мировом культурном рынке. Это справедливо. в целом к республикам бывшим советским будут проявлять больше внимания, потому что... Но дело в том, что это можно, понимаете, было бы сделать и раньше, да, для этого не обязательно было ждать, пока российское рискование, как пересекут чужую границу. Можно было это сделать. Раньше это вопрос, собственно, не к тому, что... Конечно. Там в Кремле кто-то топал ногой, или, я не знаю, в Министерстве культуры... Я бы говорил, не вздумайте издавать Индруховича. Это, на самом деле, некоторые внутренние искажения западного восприятия, за которые мы не то, что несем ответственность, но кто-то мог бы в какой-то момент сказать, еще обратите внимание на прекрасного, там, такого-то украинского и белорусского поэта и не говорил, но в целом на то издатель-издатель, чтобы искать, что ему издавать. С другой стороны, я проехал, я не знаю, десятки, наверное, книжных магазинов в множестве городов. Ну, я не могу сказать, что что-то там сильно убрано с полок. Здесь, в Италии, русские книги, в общем, стоят на видных местах, хотя я отдаю себе отчет в том, что, видимо, новые переводы новых русских книг, наверное, подторможивают. Будет делать труднее. То есть, никто не снимет Чехова и Булгакова здесь полно, и вот эта французская книга про Лимонова биографическая стоит тут в итальянском переводе. Не помню автора. Ну, с Лимоновым у меня прям очень сложно. Не знаю, Лимонов для тебя дорогой автор? Ценный? Ну, идеологически нет, так же, как Прилепин, стилистически, но, наверное, да, это было интересное чтение в свое время. Меня просто абсолютно поражает то, что люди, которые несут свои претензии Бродскому, не несут их Лимонову. Я тут чувствую какой-то, что что-то пошло не так. Так понятно, что пошло не так. Понятно, что Лимонов не является мостом, культурами. А если задача сжечь мосты, надо сжечь именно мосты. Так-то никто Кольскову тоже, знаете, претензий не предъявляет. Какие-то очень специфические внутренние русские вещи. Вообще говоря, в этой истории про нападение на русскую публичную сферу, как прошлую, так и современную, культурную, не знаю, какую-то политологическую. Есть ведь вот этот элемент как бы сознательного уничтожения того, что ближе, а не того, что дальше. Да, плюнем в того, до кого можно доплюнуть. Хотя бы, да, будет ощущение, что плюнули и попали. Это ужасно грустная жизнь. Ну, это важно. Ну, честно говоря, вообще слетел у меня вообще с литературой сейчас странное отношение. Вообще художественного не читал практически художественного в обычном смысле слова с начала войны. Ну, вот такой вот роман. А до этого читал много? Немного, но нормально. А вообще, что ты читал за этот прошедший год? Я вот и не знаю, что я художественного ничего не читал. Хорошо, Горациям. Горациям всегда хорошо утешится. Пусть он у меня на коленочках полежит, как котик, его можно гладить. Я не очень могу сказать, что я как-то много читал. Значит, ну, во-первых, я заканчивал книгу до осени, поэтому я продолжал читать по теме, но художественное вообще не тянуло. Как ни странно, в марте, я, видимо, я был тем человеком, который согнали спрос на Оруэлла, который прочитывал до этого раза два полностью. Но в каком-то туманной юности, я думаю. Да, наверное, можно сказать, в туманной, но он как-то хорошо запомнился там. И он же очень такой простой, ясный. Простой, да, он простой, но ощущение было, что вот, наверное, надо. Не знаю почему. В тот момент, когда, прям буквально в этот момент, когда ввели запрет на слова, я почему-то понял, что, а вот я прочту еще раз, как там были запрещены слова, ну, там тем более вот это война, как фундамент политической системы, ну, просто не просто, а война, как перманентное состояние, под которое подстроено все остальное, мне показалось, что это было любопытно. Это фикшн, фикшн, только вот исторический, типа, Боккаччо, там, да, ну, то, что вот местное, русского ничего. То есть, на тебя тоже подействовало негативное восприятие русской культуры? Да нет, не знаю, почему. Хорошо, а вот, ты же наверняка тоже спасаешься культурой? Ну, больше музыка, музыка, изобразительное искусство. Ну, во Флоренции хорошо спасаться изобразить. Изобразительное прямо прекрасно. В Вене было неплохо. А музыкой, какой музыкой ты спасаешься? Поделись плейлистом. Вот здесь, оперный театр, что дают, тем и спасаешь. А, то есть, ногами буквально ходишь спасаться. Соответственно, есть же в этом театре художественный руководитель, такой легендарный, англые, английские, но он, кажется, в Бомбее родился вообще, кажется, он с индейской, зубин мягко такой. Он здесь худрук, он вообще такой очень пожилой мужчина, который дирижирует на табуреточке сели. Но он большой дирижер. Вена до этого, но Вена это был вообще Голливуд. Но дело в том, что сначала как-то и с музыкой было тяжело. Как ни странно, вот там Хурензе сейчас бьют, потому что он повел себя как нормальный в итоге коммунистический грек, который, взвесив, оценив ужас ситуации, все-таки решил, что главное зло в мире американцы, значит, наверное, и здесь американцы. Мне кажется, грекам это впрыскивают при рождении. Ну, в общем случае, да. По крайней мере, греческой левой интеллигенции, точно. Хотя до этого ничего такого не было. Но тем не менее, вот мой первый большой культурный, вернее так, опыт, примиривший меня с культурой, которая была некоторое время вообще невозможна, был концерт из Штрауса и Чайковского патриотической симфонии Курензиса в Вене, который был, кстати, при полном аншлаге, хотя там стояли пикетчики, напоминаю, что это все деньги ВТБ, санкционного банка, но я имею в виду, что его оркестр, спонсор его оркестр ВТБ. Тогда он еще, кстати говоря, ничего не говорил, но в зале было много украинцев, скорее украинок, правда, хотя это был Курензис из России, хотя это был Чайковский, хотя часть из них, очевидно, были беженцами, теми самыми, которые, вот не эти беженцы, которых Европа все ждала увидеть, и в общем так и не увидела, которые вот такие все оборванные, а вот обычные современные горожане, Словно, как мы, только настоящие беженцы. Как мы, только которых бомбят, и которым приходится уехать. Многие, кстати, вернулись с тех пор, потому что многие были из Киева, из Харькова, из Днепропетровского, которые вообще-то слушали музыку, классическую, не классическую, а тут такой концерт, они пошли, и у них не было, я не слышал, то есть это был полный зал, действительно много было русской речи, с украинским выговором была украинская речь, это были люди, которые пришли и абсолютно тоже вот завороженно слушали эту симфонию Чайковского VI, потому что, ну, было ясно, что она написана и сыграна про них, про их опыт, про наш общий опыт в данный момент, каким бы разным он ни был, потому что с музыкой так бывает. Вот она не важна, чья она, поэтому, кстати, к вопросу о Вагнере, она не важна, чья она, не важна, с какой интенцией написана, и даже не очень важно, что пролепечет потом, дирижер, потому что, ну, дирижер вообще не словами разговаривает. А сейчас у тебя восстановилась усваиваемость культуры? Художественной литературы в меньшей степени, вот, в наименьшей именно фильме, художественного, выдуманного романа, человека сострадающими, вымышленными героями пока нет. Нехудожественная проза вполне, вот, ну, что такое нехудожественная проза, да, вопрос. Путеводитель по Флоренции. нет, не так, ну, я не знаю, ну, какая-нибудь книга Виппера про Ренессанса, которые, ну, просто вот хорошо сформулированные наблюдения за тем, как вот из средних веков рождается другое искусство. Это очень важно, вообще говоря. И, кстати говоря, это очень важно для русской культуры, потому что нам кажется же, у нас же вот это дикое искажение, нам кажется, что, ну, что вот этот вот реализм, это не духовно, а вот наше вот плоскостное визение, вот эти наши вот как бы плоские картинки золотых искусственных ханов, вот это духовно, да, мы даже не понимаем, насколько вот это был духовный, переворот для того, временем духовный переворот, потому что как раз, ну, вот мы живем в одном мире, он трехмерный, телесный, предметы отбрасывают тень, предметы уменьшаются, цвета изменяются с расстоянием, и есть мир, значит, религиозный, он существует на другом языке, в нем есть вот это вот, он другой, да, вот он, он райский какой-то, плоскостной, он с вывернутыми наизнанку предметами, он вот в каком-то не воздухе, а в золоте, все вот такое, и мы-то, может быть, и отравлены реализмом после 19 века, да, нам это все скучно, но человек в 13-14 веке не был отравлен реализмом, он был как раз созерцателем бесконечных условных изображений, где вот есть его мир, и есть мир евангельских событий, библейских событий, и они существуют по разным законам, и тут раз и происходит там джетянская революция, да, революция Мазачи, революция, там, не знаю, если скульптуру брать, наверное, на телу, когда вдруг, ну, вдруг возникает там, где происходят евангельские события, там, где происходит священная история, вдруг начинает продолжаться твое собственное пространство, оно становится цириальным, разрушается стенками, да, оно продолжает твое пространство, ты в нем живешь, и они живут в твоем, дело не только в том, что там герои переодеты в какие-то костюмы современные очень долго, потом, кстати, их начинают переодевать уже в античные костюмы, это будет следующее, вот, следующее там, для приближения, да, в том, что вместо золота появляется воздух, ну, я не знаю, вместо размера изображения по значимости появляется размер изображения по месту в пространстве, вообще появляется идея места в пространстве, и это для них, ну, как это объяснить, это было как для нас, или как сто лет назад геротип задвигался, это как братья Люмьеры, это вдруг возникает, вот, это чудо вообще-то, Как пел Гребенщиков, небо становится ближе с каждым днем, вот оно, да, и ведь эта духовность-то вот там была, да, вот сделать как раз плоскостное изображение, условное изображение, вытянуть изображение, оно, вот оно в тот момент воспользовалось как бездуховное, ну, оно, конечно, было духовным, по смыслу, да, по символизму, по месседжу, но вот здесь, я, здесь мы, и вдруг совершается это чудо, и они, и мы становятся в одном пространстве, то пространство становится живым таким же, как мы, и поэтому, когда такое, знаете, вот эти батюшки любят какие-то там, вот этим, общими местами такого постуспенского искусствоведения оперировать, что, ну, вот у них там типа все живоподобие, а у нас, вот, значит, духовный мир, райское, вот это все, так духовная революция того времени состояла в том, что вот, собственно, бездуховное стало духовным, да, пространство удухотворилось, вот это... Слово вышло из картины, и вошло в жизнь. Ты вошел туда, ты вошел в эти события, стал там зритель, соучастник, вот это все, эффект присутствия, это все, что все достижения того времени, они исключительно приблизили, там, грубо говоря, дух к человеку, евангелие к человеку, они отдалили. По удивительным образом это возвращает нас к тому, с чего мы начали, а именно к тому, что соучастие, вхождение внутрь процесса, будь то процесс политический или какой-либо иной, оно только и обеспечивает настоящую свободу, то есть, пока ты не являешься участником, ты не можешь быть по-настоящему вовлечен, пока ты не вошел внутрь иконы. Слушайте, отлично, да, потому что действительно там оно, у них там что-то свое, а у нас что-то свое. Это же ты где-то писал прекрасную формулировку, что в России культура болельщика, что мы не вовлечены, для нас существует вот эта неразрушимая граница, которой нету в рамках других демократических культур. Ну да, наблюдатель за чужим пространством, пространство власти чужое, значительная степень, кстати, пространство культуры чужое. А мы поддерживаем нашего президента. Как мы его поддерживаем? Лежа, главному образу. Лежа, когда? Да. Спасибо, Саша, это был абсолютно потрясающий разговор, можно разговаривать еще бесконечно. Спасибо. Спасибо большое, это правда большая радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова